Смоленский АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 29 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков, холодный резерв 2 энергоблока. Фактическая выработка на сегодня 22721 мегаватт, что составляет 100,97% к плану задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, нагрузка 2924 мегаватта. Существенных замечаний по работающим блокам нет. С начала года выработка составила более 12,1 миллиардов киловатт-часов, сверхплана 165 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В Десногорске завершилось 99-е выездное совещание главных инженеров атомных станций под председательством заместителя генерального директора концерна «Росэнергоатом», директора по производству и эксплуатации АЭС Андрея Дементьева. Два дня технические руководители обсуждали актуальные вопросы, касающиеся достижения целевых ориентиров 2021 года, обеспечения безопасности и эффективности работы энергоблоков, качества ремонтных компаний. В завершении совершили обход первого энергоблока Смоленской станции. Это, по сути, первое совещание в таком мощном формате, которое мы провели уже практически за полуторагодичный период, когда мы все начали жить совершенно в других условиях, условиях, по сути, пандемии, и когда вот такие живые контакты, они были крайне ограничены. Ну и учитывая, что этот формат, он наиболее эффективный, мы постарались на это совещание вынести самые животрепещущие, самые важные и фокусные для нас вопросы, которые надо обсудить вот в этой аудитории. Одна из приоритетных тем, которым главные инженеры традиционно уделяют повышенное внимание – эффективность ремонтных компаний, от которой напрямую зависит выполнение основного государственного задания – производство электроэнергии. По словам заместителя генерального директора Андрея Дементьева, крайне важно грамотно планировать ремонты и выполнять их в установленные сроки, чтобы избегать форс-мажорных ситуаций, когда их устранение требует применять ручное управление. Еще одной темой нашего совещания было то, как мы отработали в этом первом полугодии 2021 года. К сожалению, для концерна это очень непростой оказался период, и, конечно, мы очень много времени уделили тому, почему это вообще произошло, как сделать так, чтобы это ни в коем случае не повторилось в будущем, и что надо сделать для того, чтобы помочь решить те проблемы, которые у нас сложились на той или иной станции. Во втором полугодии необходимо приложить максимум усилий на всех площадках, чтобы выполнить планы по выработке. Среди шагов, значившихся в программе – повышение уровня производства электроэнергии, оптимизация ремонтных циклов, а также сроков проведения эксплуатационного контроля металла на энергоблоках с водоводяными реакторами, сроков и объемов работ по управлению ресурсом графитовой кладки на РБМК, снижение потерь в теплообменном оборудовании, модернизация с целью повышения располагаемой мощности, эффективное использование методов ПСР. Еще одной темой совещания, которая для концерна более чем актуальная, стало взаимодействие с Ростехнадзором как в плане обеспечения федеральных норм и правил, так и с точки зрения лицензионной деятельности. Как отметил Андрей Дементьев, очень важно привлечь атомные станции к активной позиции в формировании нового функционального направления, которое будет отвечать конкретно за выполнение требований, анализ отступлений, реализацию компенсирующих мероприятий. У нас сейчас идет достаточно такая серьезная структурная реформация в концерне в плане именно технического блока. У нас выделено отдельное направление, связанное с пуском и вводом в эксплуатацию энергоблоков, новых энергоблоков, причем не только внутри России, но и за рубежом. Следующее сотое совещание планируется провести на Курской АЭС в четвертом квартале. Все поддержали идею сделать юбилейную встречу знаковым событием, отдать дань памяти и уважения людям, которые стояли у истоков, закладывали школу главных инженеров. В Десногорске состоялась презентация экологического отчета Смоленской АЭС за 2020 год. Интерес к деятельности главного энергетического предприятия Смоленской области проявили представители власти, надзорных органов, общественных организаций, здравоохранения, образования, средства массовой информации. «Грамотно, системно, рационально, с перспективой на будущее» – так охарактеризовал деятельность градообразующего предприятия Десногорска в сфере охраны окружающей среды, заместитель главы муниципалитета, секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Новиков, открывая «Экофорум». В 2020 году Смоленская АЭС направила 210 миллионов рублей на биомелиорацию водоема-охладителя, сохранение экологической частоты атмосферного воздуха, земельных ресурсов, техническое обслуживание, плановые ремонты и модернизацию обеспечивающего оборудование атомной станции. Специалисты Смоленской АЭС ведут постоянный мониторинг радиационной и экологической обстановки. Радиационный фон в районе расположения атомной станции находится на уровне естественных природных значений. Подтверждают совершенствование экологической деятельности станции и данные мониторинга независимых специализированных организаций. Работа направлена на сохранение естественных экосистем, рационально использование природных ресурсов, информирование, просвещение в области экологической безопасности. Стратегия улучшения и устойчивого развития позволяет ежегодно достигать успеха. Смоленская атомная станция на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень экологической безопасности предприятия. Большое внимание Смоленская АЭС уделяет эколога просветительской работе. Отдел охраны окружающей среды ежегодно инициирует проведение в городе всероссийских акций «Зеленая весна» и «Вода России». В 2020 году к ним присоединились более 200 человек. Во время субботников был убран мусор на территории Десногорска, прилегающих лесопарковых полосах и водоохранных зонах. Деятельность Смоленской АЭС отмечена многочисленными дипломами, грамотами и благодарственными письмами со стороны государственных контролирующих органов, Общественной палаты Российской Федерации и независимых экологических и общественных организаций, а также представителями органов власти и жителями региона. Отчет Смоленской АЭС доступен на официальном сайте концерна rosenergoatom.ru. Раздел «Безопасность и экология» на странице Смоленской АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.